Доброе утро! Доброе утро! Ну, я думаю, что мы в процессе приготовления придумаем название этому блюду. Если не мы, то, может быть, телезрители подскажут. Ну, это такое блюдо и пирог, не пирог, и, как бы, замыгарник, ну, все вместе. Начинки могут быть разные. Ну, сегодня возьмем грудинку, шампиньоны, сыр, перчик, лук, ну, помидоры и чеснок. А так, в принципе, можно поэкспериментировать с начинками, можно поэкспериментировать, потому что начинками испортить это блюдо невозможно. Понятно. Но основа, а точнее, теста, ну, скажем так, образно для нашего пирога – это лепешки-тортильи. Да, лепешки-тортильи. Обычные, кукурузные или пшеничные? Да, они продаются, в принципе, в любом магазине. Можно найти там их, ну, 7-8, в зависимости от того, какое блюдо. Насколько человек собираетесь готовить, больше, меньше, поэтому количество именно этих лепешек зависит. Можно, да, регулировать. Ну, чем больше, тем лучше, это главное правило. Да, обычно, когда семья большая, конечно, чем больше, тем лучше. Хорошо. Чтобы было очень много гостей. Для чего у нас сегодня на столе шоколад? Это для того, чтобы поднимать настроение? Да. Ну, мы еще попробуем кое-что сделать с шоколадом, это уже как десерт. Так. Ну, это чуть-чуть маленький секрет пока. Просто покажем, как можно десерт оригинально подать. Подать, да. Я немножечко забегаю вперед, скажу, что вот мороженое у нас еще лежит в морозильной камере, да? То есть нас ждет действительно десерт полноценный, вкусный. Я предлагаю приступить к приготовлению наших блюд. Начнем, естественно, с горячей вода, с нашего пирога. Да. Да, что будем делать? Ну, прежде всего, это надо будет нарезать нам грудки, шампиньоны, лук, чеснок и перчик. Для чего? Чтобы, скажем так, чтобы быстрее это все можно было приготовить, насколько это возможно. Все это будет обжариваться. Чуть-чуть добавим сливок, потому что я знаю, что очень многие любят курицу со сливками. Ну, остатки, то, что останется у нас, сливки останутся, это мы сделаем соус, добавим медоприправ. То есть этот соус будет как раз вот к нашему основному блюду. Отлично. Ну, я могу заняться грибами, я их почищу. Вот мы их сегодня не мыли. Вот, я могу очистить их и нарезать. Пожалуйста, да. А вам, может, займемся мясом? Я тогда займусь пока луком, мясом. Можно, здесь надо сказать, что можно, в зависимости от того, кто как любит, можно большими кусками нарезать. Я, допустим, люблю, когда там грибы, мясо более-таки покрупнее. Да, потому что грибы ужариваются, практически не чувствуют свой вкус. Ну, курица, само собой, это хоть и не мясо, но хотелось бы, чтобы чувствовалось. Хочется ощущать мясо в пироге. Ну, что ж, я поддерживаю эту идею, я тогда приступаю к грибам. Вам предлагаю взять нож, выбирайте, какой вам больше нравится, побольше. Вот есть тоже шеф-нож. Ну, какой удобнее вам. Мне же все равно, я могу вообще чистить маленьким ножом, мне кажется, это даже удобнее. Так, ну, по процедуре, наверное, все должны знать, что лук обжаривается первым. Опять-таки, лук тоже не стоит нарезать мелко-мелко, но опять на любителя. Да, кто-то не любит лук и не размечает его в пюре. Ну, не знаю, в принципе, любые овощи, по-моему, чем меньше их нарезаешь, тем меньше потом остается их вкусовых качеств именно после обработки тепловой, там, обжаривания или после варки, парки. Поэтому, наверное, все-таки лучше нарезать покрупнее. Ну, лук мы, наверное, нарежем вот так полукольцами и поставим потихонечку обжариваться. Если мне сейчас хозяйка поможет объяснить... Справится с плитой, да? Да, с плитой. Я ставлю пока большой разогрев, максимальный, да? Масло добавляйте вот здесь у нас подсолнечное, вот здесь оливковое. Какое вы предпочитаете? Так как все у нас сейчас борются за здоровье, наверное, оливковое добавим. Магомед, но хочется поговорить все-таки о вашей деятельности. Я слышала, что часто психологи идут именно для того, чтобы разобраться в себе, в своей голове, в своих проблемах, в взаимоотношениях. Как в вашей жизни получилось? Ну, скажем так, я и студентам это объяснял, и спрашивали. Нельзя говорить о том, что человек должен пойти на психолога только для того, чтобы разобраться в себе и решать какие-то свои проблемы. Да, он в процессе обучения, он, конечно, что-то узнает о чем-то больше, о чем-то меньше, изменяет отношение к жизни. Но, скажу так, у меня, допустим, первое образование, я по образованию художник, преподаватель рисования, черчения и декоративно-прикладного искусства. И вот так уж сложилось, что на моем пути была очень хорошая... Вообще, мне жаловаться грех, что на моем пути встречались не очень хорошие люди. У нас вела психология нехорошая женщина, до сих пор я с ней поддерживаю дружеские отношения. Это Шадакова Фатима Магомедовна. Она преподавала нам математику, психологию так, что очень сильно мне захотелось это потом... Изучать. Изучать, да. И когда я закончил худограф, я поступил в аспирантуру. Отучился. Сложно, сложно, по одной простой причине, потому что это не так, как в кино, что вот ты поступил, написал, выучился. Я благодарен руководителю своему, Байчорову Курману Умарычу. Рано ушел. Очень жаль. Но я успел защититься еще при нем. И вот так вот я стал кандидатом психологических наук. Отъездив раз в 5-6 в Санкт-Петербург, в библиотеку. В Санкт-Петербург, изучая... Тема была по конфликтам, изучая именно конфликты. Я тогда работал в школе, и, соответственно, именно по школьным конфликтам между преподавателями и учащимися я написал диссертацию. Так. А психоанализом занимаетесь? Ну, психоанализ – это одно из направлений психологии, поэтому... Ну, это когда приходят пациенты, разговаривают. Консультированием занимаюсь, да. Да, приходят в силу... Ну, потихонечку ситуация изменилась у нас в Карачаево-Черкесии. В силу того, что у нас определенный менталитет своеобразный. Очень многие стесняются ходить. Но приходят, приходят. В основном пока приходят с проблемами такого характера. А у детей проблемы, допустим, родители приходят, рассказывают, что вот ребенок вот так-то, вот так-то изменились, у него отношения с нами. Хотели бы настроить эти отношения, чтобы у нас все было хорошо. Ну, хорошо, когда приходят. Другое дело, что очень плохо понимают, что отношения портят двое. Исправлять только ребенка – это не выход с той ситуации, которую они там описывают. Потому что выход из ситуации, из таких, должны искать обе стороны. Родители чаще всего меняться не хотят. Вообще, вот если вот так вот отклеишься не только отношения между родителями и другими, а даже взять вообще любую проблему психологическую, у нас у людей такой специфический взгляд на это. Когда приходят, они хотят какой-то универсальный совет или универсальную таблетку, что вот сейчас вот мне скажут, и я сразу изменись. Не получается так, не изменишься, потому что это работа над собой, работа над своим «я», над отношениями своими. Многие люди не хотят меняться. Это очень хорошо видно, допустим, когда приходят люди с проблемами стрессов, когда люди приходят с проблемами панические атаки. Неврозы. Да. Им начинаешь объяснять, что вы не можете прописать там таблетку. Начинаешь объяснять, что это все психологическое, и таблетка не поможет. Или, по крайней мере, на очень короткий период. Да, на короткий промежуток времени. Причем не факт, что потом это не вернется с большей силой. И начинаешь объяснять, что это целая работа, что надо работать над собой, надо работать над тем, что вы какие. Иногда даже это и физические какие-то упражнения. Ну, лень, хоть и двигатель прогресса, иногда она выступает как такое отрицательное качество. Потому что никто не хочет заниматься собой. Вот как раз по вопросу универсальных таблетков или универсальном совете. Вот многие приходят, допустим, они не рассказывают в полной мере о своих проблемах, да. Очень важный доверие еще. Да, конечно. Мы очень переживаем за то, что это все выйдет куда-нибудь за пределы. Хотя есть определенная этика психологическая. Ну, можно, в принципе, грибочки. Отправлять? Да, отправлять можно. Да, я боюсь, мы мясо передержим. Передержим, да. Поэтому вот такие моменты есть. И с этими моментами очень сложно. Объяснять сложно. В силу своей профессии очень много времени посвятил образованию студентов именно обучению психологии. Работал с преподавателями, то есть на курсе повышения квалификации тоже читал лекции. И с родителями, допустим, с приемными. У нас самая большая проблема в том, что психологически некомпетентны родители, преподаватели. Это мы не обучают в школе. Это мы не обучают. Хотя в 96-м году было рекомендательное письмо в Министерство образования ввести психологию с 1 по 11 класс во все школы. Это замечательная идея. Идея замечательная, но хорошая идея оказалась, как обычно, под сукном. Это не только психология, это не только лекции. Это и определенные психологические игры, какие-то тренинги, которые позволяют обыгрывать жизненные ситуации. То есть находить выход не просто, когда уже попадешь в эту ситуацию, имитаться, а находить выход в игровой форме, а потом применить это в жизни. Кроме того, очень много дает само знание этой психологии, именно особенностей своего развития. Потому что очень многие начинают понимать, почему у них возникают те или иные проблемы в общении со своими сверстниками, друзьями, с родителями. То есть по-другому начинают смотреть. Опять вопрос профессиональной, допустим, подготовки, да? Не профессиональной подготовки, а выбора профессии, профориентации. При помощи диагностики можно, по крайней мере, выявить какие-то направления, особенности психологические, личностные, которые могут позволить до нужного в работе, допустим, получать удовлетворение от работы. Если ты не получаешь удовлетворение от работы, ты не будешь ее делать хорошо. Поэтому вот этот момент тоже, конечно, надо учитывать. Да, ну и, к сожалению, не учат родителей, как воспитывать правильно детей, здоровых, устойчивых, эмоционально и физически. Это тоже большой минус, на самом деле. Но сейчас, естественно, многие скажут, что сеансы психотерапевта – это очень дорогое удовольствие. Не каждый может себе позволить, да? Сейчас существует огромное количество литературы по психологии, вот на полках, в магазинах, в интернет-магазинах, да? Можно скачать книжку и читать. Действительно ли можно полноценно работать над собой, вот читая такую литературу? Или все-таки специалист – это совсем… Ну, то есть работать со специалистом – это совсем другое дело? Ну, скажем так, я называю большую часть той литературы, которая есть. То есть это мусором не назовёшь, ну, в принципе, это мусор. Мусор в каком плане? Не надо читать, как стать счастливым за один день книги, да, или как стать миллионером. Есть действительно классические работы, которые позволяют понять… Да, они написаны сложным языком, но если поискать, можно найти и работы психологов, которые написаны доступным языком. Допустим, в одно время, когда я начал только изучать психологию, мне попалась очень хорошая книга Грановская «Элементы практической психологии в образовании». Её можно сейчас тоже найти в интернете, почитать. Эта книга хороша тем, что там написано всё доступным языком. Именно психология полностью, как развивается человек, какие процессы развиваются, какие проблемы возникают. Это сопровождается метафорами различными, это сопровождается различными картинками, там, сатирического плана, чтобы визуально лучше понять, что же это такое. То есть это то, что даёт возможность человеку осознать, как происходит этот процесс у него, и найти какие-то нюансы. Другое дело, что, опять-таки, возвращаясь к той универсальной таблетке, мы лежим на диване, ничего не делаем, мы хотим стать миллионером. А тут книжка какая хорошая, за один день или за год стань миллионером. Никто никогда, читая книжки, миллионером не станет. Миллионером может стать при помощи книги тот человек, который её написал. Потому что мы же бежим покупать это всё. Он продаёт эти книги. Да, он продаёт. Поэтому то, что психотерапевт или психолог, допустим, сеансы у него дорогие, но тут тоже надо иметь в виду, человек, когда идёт, психолог, он должен иметь в виду, что он за 5 минут или за 1-2 сеанса, проблема, которая у него в течение 20-30 лет возникала. Когда правильно тогда и происходит. Но он не решит эту проблему так быстро. Поэтому здесь надо чуть-чуть об этом тоже думать. А как платить, не платить? Здесь есть ещё и другая сторона медали. Насколько психолог честен. То есть есть психологи, которые зарабатывают деньги на этом. Вот придите, у вас ещё вот это надо решить, у вас вот это надо решить. Я считаю, что работа психолога заканчивается тогда, когда человек решил свою проблему. Но не только решил свою проблему. Он ещё и понял, как в дальнейшем с такими проблемами самому обращаться, как решать их. У него есть модель поведения? Да, есть определённая модель поведения. Модель поведения у нас у всех присутствует. Она закладывается у нас с самого рождения. И мы как бы ни хотели, мы с этой моделью соответственно. Туда очень много намешано. Там и социальные нормы, и наши народные, национальные определённые традиции. Всё это иногда не только помогает. Да, я не говорю, что они мешают. Но они иногда и мешают, потому что ты не можешь в силу каких-то обстоятельств, потому что тебе кто-то когда-то это в голову нёс, ты не можешь поступить иначе. А это очень плохо влияет, допустим, не только на тебя, но ещё и на окружающих, которые рядом с тобой находятся. И это надо тоже учитывать. Но как понять вообще, стоит идти к врачу или нет? Вот говорят, что, ну вот есть такая фраза, что ты сам поймёшь, когда тебе нужно идти к психологу, да? Какие звоночки? Просто бывает, люди уже приходят, но с такими тяжёлыми депрессиями или лечатся уже действительно тяжёлыми таблетками. Когда необходимо решать свои проблемы? Любое. Ну, если мы говорим о сложных случаях, то да, большинство людей приходит обычно в тот момент, когда уже, в принципе, это и психолог особо не поможет, может помочь психиатр или психотерапевт. Любая проблема личностного характера, которая возникает у человека, допустим, когда он не может найти общий язык с друзьями, подростков не может найти, или в семье какие-то неурядицы, вы понимаете, что вы прекратили понимать своих родных. Когда вы на работе понимаете, что вас работа раздражает. То есть любое вот такое, то, что внутреннее вы понимаете, что это вот что-то не так происходит, уже можно обращаться. Я не говорю, что всегда надо обращаться, но можно уже обращаться, потому что это значит какой-то сбой, именно психологический сбой в личности. В общем-то, как и в любой болезни, да? Да, и симптом появился, надо обращаться. Не дожидаться хроники. Конечно, потому что это может, мы сколько знаем случаев, когда мы приходим к врачу, и вас же говорят, извините, но вы поздно пришли, теперь надо будет ложиться там на стационар, надо будет там капаться, надо будет колоться и так далее, этому подобное. Вот тут возникают вот такие вот моменты. Поэтому, если чувствуете, что внутренняя неустроенность какая-то у вас или что-то, надо обращаться к психологу. Да, если вас раздражают все вокруг. Вы знаете, насчет раздражения. Вот мы сейчас на кухне, раздражение. Одно время в Европе практиковалась продажа дешевой посуды. То есть дешевая посуда, которую надо было бить просто. И все. Потрясающий вообще метод. Конечно, это один из методов, который позволяет снять нагрузку. Напряжение, да? Да, каждый снимает ее по-своему. Допустим, некоторые ходят в спортзал, это тоже снятие нагрузки определенное. Некоторые занимаются хобби. Когда мы говорим о хобби, это тоже определенный вариант снятия нагрузки. Потому что, когда мы занимаемся любимым делом, мы отрешаемся от проблем. Я про себе скажу. Я сейчас готовлю. Мама меня гоняла с кухни со второго класса. Со второго класса я на кухне постоянно с ней. И она мне говорила, что это не мужское занятие. Но мне нравилось. А теперь это для меня не то, что хобби. Допустим, если какие-то важные вопросы мне надо обмыслить, или какие-то проблемы, или что-то связанное с работой, я могу готовить. То есть семья меня уже не трогает, я готовлю. Понятно, что у меня что-то, я что-то обдумываю. Это тоже своеобразный ход. Почему? Это тоже сравни искусство. Да, конечно. Мы уже знаем, что вы творческая личность. У вас и образование соответствующее тоже имеется. Ну, это надо все, конечно. Ну, раз уж мы заговорили о семье, хочется спросить, как отражается ваша профессия на ваших семейных отношениях? Помогает это или наоборот мешает? Может быть, жена все время чувствует, что ее сканируют? Я могу сказать, что я в той же школе нахожусь, потому что у меня жена тоже психолог. Но это так для смеха, что нет. Да, некоторые моменты. Допустим, мы прожили уже сколько? Мы с 2006 года женаты, двое детей. У нас, если был там какой-то скандал, может, один раз в начале нашей совместной жизни. И то, назвать это скандалом нельзя, потому что мы как бы сказали о том, что у нас не устраивали. И вполне адекватно восприняли критику в адрес друг друга. Так, в общем, это огромный плюс. Это огромный плюс, потому что есть определенные моменты. Мы иногда… Наверное, вот это мы можем отложить чуть-чуть. Мы иногда просто в силу того, что считаем… Ну, я называю это эгоизм, но другие это называют более таким словом. Вот я не могу, я вот такой. Я прав, то есть он в силу того, своих амбиций, он не может сделать шаг вперед, шаг навстречу. И даже в случае, если он не прав, это опять-таки издержки воспитания, скажем так, что ты должен вот в семье вот таким быть. Сила человека не в том, что он постоянно настаивает на своем прав он или нет. Сила, наверное, в том, чтобы признавать свои ошибки. Потому что ничего нет, нечем отношения с близкими людьми. Не важно, это может быть жена, это может быть скорее… У нас же иногда возникают проблемы и с родителями, и с детьми. Хотя это мы их любим, мы все, но в силу того, что вот нам кажется, что родители нас не понимают, мы вот идем до конца. Хотя, наверное, надо где-то уступочки делать, где-то менять отношение к этому, что происходит. Иногда, может быть, надо послушать. Да, сделаешь ты по-своему, но послушай, потому что родителям не так уж многое надо. В принципе, любому человеку не так уж и много надо. Любому человеку надо что? Ему нужно внимание. Ему надо понимать, что… Точнее, осознавать, что его понимают, его слушают и слышат. Слушают и слышат – это две разные вещи. Да-да. Поэтому, когда мы слышим другого человека, мы можем правильно построить наши отношения. Ну что, переходим дальше? Я, кстати, нарезала помидоры, но я не спросила, как необходимо было нарезать. Это мы сейчас как раз и будем использовать. Так, вот это я убираю. Где наш ротвий? Да, вот оно. Ну, в принципе, по поводу того, что мы делаем, можно и бумагу ложить, но можно и не ложить. Можно и не ложить. Но, в принципе, не липнет. Просто на бумаге оно пропекаться снизу не будет, на противне оно может чуть-чуть пропить. Мы можем и убрать. Да, можем и убрать. Значит, что мы делаем теперь? Вот переходим к самому ленивому. Так, а вообще можно сделать и на сковородке, да? Вот такое блюдо? Ну, на сковородке дело в том, что сама суть этого, не суть, а сам вот этот, как говорят, перчик, изюминка этого блюда в том, что хрустящая корка получается. Так. Если на сковородке, ее не будет. Поэтому, что мы делаем? Мы выкладываем вот так вот, лепесточками наши тортильи. Очень интересное занятие. Ну, кстати, успокаивает. Да, да, сразу видно. Прямо антистресс. На круглой сковородке вообще хорошо получается. Так, то есть мы выложили и в центр одну штучку мы ложим для того, чтобы это все, что мы сюда будем вложить, не вытекло. Теперь сыр мы не просто так здесь. Нам его необходимо натереть, да? Конечно. Мы его натираем. Причем натирать можно, ну, кто как хочет, кто может большим словом, кто можно. Допустим, те, кто любят пиццу и сыр им как бы очень-очень-очень нравится, могут натереть им прям много ее. Это не испортит ни в коем случае. У нас сегодня два вида сыра. Да. Вот гауда и российский. Ну, можно любой сыр, наверное. Можно любой, да, лишь бы он плавился. Можно для того, чтобы это более так красиво выглядело, ну, вот так вот по поверхности. Чтобы это красиво выглядело, можно взять сыр, допустим, другого цвета, там, оранжевого. Вот есть с добавками сыры тоже. Плавятся они, то есть оно тогда будет такое бело-оранжевое. Ну, начинку будет видно. Ну, когда разрежем, да. Ну, как полагается, природу будем разрезать. Потому что то, что мы сделали, это еще не все. Так, после этого вот наша начинка. То, что у нас есть, да, начинка. То есть мы ее тоже выкладываем. Опять-таки повторю, что, в принципе, начинка может быть любой. Вообще, тортилья – это такая мексиканская тема, да, и, собственно, овощи вот эти вот с грибами, с курицей – это тоже оттуда. Поэтому у меня есть идея назвать блюдо «Пирог по-мексикански». Ну, можно. Если бы мы еще сюда добавили бы чили. А мы вот, кстати, добавили чили же. Мы же добавили красный перец. Красный, да. Ну, да, в принципе, да. Можно тогда посмотрим, какая будет острота у нее. Ну, просто есть такое, что очень часто добавляют, именно когда идет вот тушение вот этого всего, добавляют потихонечку чили, перчик нарезают. Можно прям свеженький. Да, свеженький прям. Вот мы сейчас помидоры сюда накидаем сверху. А там добавляют, вот, помимо помидор, зеленый перец острый и чили перчик. Вот. Я думаю, что наш кавказский народ оценит такие рецепты. Так, теперь мы берем второй сыр точно так же, закрываем слоем, да, вот так вот. А затем будем заворачивать. Да, потом мы это завернем и в духовку, ну, на 35-40 минут. Ну, опять-таки, здесь надо смотреть, кому нравится с хрустящей корочкой, конечно, 35-40 минут. А так, в принципе, она готова, можно просто разогреть. Если гости пришли неожиданно быстро, то можно это все взять. Застали вас врасплох. Да, врасплох. Но у вас есть мексиканские рецепты? Да, абсолютно случайно. Я, кстати, до недавнего времени постоянно ходил, смотрел, думал, кто же с этого что-то готовит. Потому что как-то у нас в большей части лаваши. Да, армянский лаваш тонкий. Да, тонкий. И каждый раз хожу, думаю, кто берет? Может, ну, невыгодная как бы. Товар невыгодный, продукт невыгодный. Однако нет, и можно использовать. Еще одно преимущество. Эти лепешки в запечатанном виде хранятся довольно долго. Ну, скажем так, если вот посмотреть на то, что мы сегодня взяли, здесь, по-моему, самая калорийная у нас, что, наверное... Сыр? Сыр, да. Потому что грудка – это диетическая. Грибы, я тоже не думаю, что... Овощи, да. Да, овощи, ну, сливки, чуть-чуть мы добавили сливок. Поэтому, я думаю, те, кто спортом занимается, для того, чтобы как бы себя держать в форме, это тоже можно использовать. Ну, можно сыр убрать. Да, но при этом разнообразить рацион. Вот так, это, по-моему, не такое калорийное. Можно себе позволить. Ну, конечно. Так, ну, вот так мы закроем. И теперь потихонечку мы это дело вот так вот завернем. Действительно, очень интересный процесс. Как-то фиксировать будем? Оно сейчас закроется, и все. То, что там где-то кусочек, уголочек вылезет или что-то, это ничего страшного, потому что все равно мы этого не увидим. Это будет потом переворачиваться. Могут переворачивать. Конечно. Вот, вот таким вот образом это все мы сделали. И теперь остается только отправить в духовку. Духовку мы разогрели на 180 градусов. Можем отправлять? Да. На 35, на 40 минут. Но, опять-таки, я повторяю, что это все в зависимости от того, кто как хочет. Приступаем к десерту. Да, приступаем к десерту. Мы подготовили. Но ничего не будем придумывать. Я думаю, что у всех любимый десерт – это мороженое. Ну, некоторые в силу каких-то обстоятельств, наверное, не любят. Но мы видели, как мороженое выжилось в такие чашечки. Ну, иногда остается мороженое на дне чашечки. Самое вкусное, когда оно чуть-чуть растает. Да, правила этикета не позволяют. По детству, да, каждый из нас, наверное, если очень вкусно помнит, как это было все. Но сейчас этого не знаешь. Но есть другой выход. Можно сделать чашечки, которые съедутные. Можно будет просто взять и съесть. Поэтому мы сейчас берем шоколад. Ну, можно горячий, можно темный, можно белый. В зависимости от того, кто какой любит. Если есть возможность в двух сотейниках растворить шоколад, можно его так закрутить, чтобы он был как зебра такой. Разноцветный. И сделать эти чашечки. Чашечки можно делать по-разному. Но я сам такой, более-менее простой способ сейчас попробую продемонстрировать, насколько шоколад у нас застынет. Это тоже надо смотреть, потому что не всякий шоколад сейчас у нас и плавится, а потом застывает. Ну, посмотрим. Но главное условие – пользоваться именно водяной баней. Не на прямом огне. Потому что он начинает сворачиваться. Если время есть, и есть возможность засунуть это все в морозилку, можно, конечно, чуть-чуть добавить или молока, или сливок. Но дольше держать придется в морозилке. Так шоколад, в принципе, застывает достаточно быстро. Можно растопить еще в микроволновой печи? Можно. Можно еще. Но это лайфхак. Можно растопить его феном. Феном для волос? Да. Взять фен. Только, конечно, шоколад не в бумажной упаковке, а вот который Альпенгольд, пластиковая упаковка. Его растопить феном, просто потом уголочек надрезать. И что вам надо, вы можете вплоть до каких-то кулинарных изысков. Ну, вот он начал плавиться. Сейчас будем смотреть, какова его кондисонада. Жидко-жидко. Сейчас нам надо взять еще вот эту штучку. Я сделаю, наверное, одну чашечку. Так пока оставим. Ну, тут, опять-таки, фантазия ваша, насколько она развита. Вы можете фигурки какие-то делать. Но я пользуюсь лопаточкой. В принципе, можно взять кулечек кулинарный. И при помощи кулинарного кулечка какой-нибудь такой, типа звездочки какой-то сделать. С насадками, да? Вот есть кондитерские мешки. Да, да, да. Вот кондитерский мешок с насадочками. И можно потихонечку. В принципе, шоколад такая вещь. Экспериментировать с ним можно достаточно долго. И достаточно, придумать достаточно красивые вещи. Но это для профессионалов. Мы не профессионалы. А тут, по-моему, еще и вторую чашечку можно будет сделать. Ну, сейчас попробуем. Так, я сейчас это пока сюда отложу. Так, вот теперь мне нужна будет помощь. Я готова помочь? Что делать? Так, давайте мы сделаем вот что. Маленькая ложечка, если есть. Или вилку, давайте вилка. Сейчас мы не просто так кусок плямбы сделаем, но сейчас мы так чуть-чуть ее вот так вот попробуем свести. Узоры. Ну, узоры. Я же говорю, с кульком можно сделать и узор. Ну, мы попробуем. А подручными средствами, в общем? Да, подручными средствами. Так, теперь мне нужна помощь. Мне надо будет, чтобы в той стороне... Приподнять, да? Да, Олеся. Только ровно это надо будет сделать и положить на вот эту вот чашку. Вот таким вот образом. Все, можно опускать. Такие формочки у нас тоже имеются. Да, сейчас мы попробуем. Давайте попробуем. Сейчас застынет, но просто... Проэкспериментируем, да? Да, проэкспериментируем. То есть... В нашей кухне снова экспериментные. А кухня – это вообще место экспериментов. Когда говорят о том, что надо готовить по рецепту, наверное, все-таки каждый человек должен добавлять что-то от себя. То есть где-то добавить больше перчика, где-то добавить то, что не добавляем. Я, допустим, длительное время не знал, что, оказывается, курица и ананасы совместимы. Оказалось, что это очень вкусно. Я вот не знала, что мандарин и чеснок совместимы. Тоже очень вкусно. Сделала мягкий сыр она взяла и его смешала с сгущенкой. Сгущенку добавила в этот. Разогрела в кастрюле. И добавила туда сыр. Добавила чили. Это что-то было из мексиканской кухни. Видимо, так как шоколад там растет, как ау-бабу, и, наверное, и использует. Ну, долго он, конечно, застывает. Но когда застынет, можно будет потихонечку это снять. Да, можно убрать в холодильник. Там не включается. Да, просто нажмем. Да, можно раскатать и можно убрать в холодильник. И потом аккуратненько, аккуратненько это все. Сколько по времени застывает шоколад? Именно 15-20? По-разному. Какой шоколад, какого качества, тут тоже не угадаешь. Ну, у нас время есть, пока запекается наш пирог. Пока запекается, поэтому мы никуда, в принципе, не торопимся. Ждем. Да, ждем. Ну что, мексиканский пирог готов. Мы его достаем. Достаем. Румяный действительно получился. Ну, чуть-чуть сыр вон там вот. Так. Попробуем разрезать? Да. Посмотрим, что там внутри получилось. Вот она хрустит. Да. Вон на вилочку надо будет. Аромат как будто запеченного в варенье. Я не знаю почему. Почему-то пахнет абрикосовым вареньем. Наверное, весна скоро. Это не объяснило. Сыр вытекает. И мы вот так вот. Можно тарелочку, наверное. Вот так вот. Вот такую штуку. Мы покажем, что сыр расплавился. И там тоже. Так. Вот две. Ну, сюда можно, в принципе, сделать, кто любитель, можно соус какой-то добавить. Допустим, кто-то может помешать майонез с кетчупом. Кто-то может... Из-за меня есть генический соус, да? Чили можно добавить вот так вот. Я просто разверну, чтобы видно было, как красиво. Вот сыр вытекает. Да, да. И, в принципе, ну, так как я уже пробовал, я могу сказать, что даже в холодном виде он очень хорошего вкуса. Его можно, если останется, что-то утром с чаем спокойно. А можно с собой брать в дорогу. Можно с собой брать, да. Ну, прелесть в том, что я же говорю, в зависимости от того, кто что любит, насколько там много людей пришло, нет. Можно там за 15 минут, в принципе... Вот такой противень приготовить. Можно, да. Начинка, она уже готова. Нам просто нужно, чтобы это все было завернуто красиво. Ну, кто любит хрустящее, конечно, лучше 30-35-40 минут подержать. Да, ну, вот как раз 35 минут, наверное, и прошло. Но пусть немножечко остынет наш пирог, а мы тем временем закончим приготовление десерта, да, и приступим к дегустации, к самой приятной, пожалуй, части нашей передачи. Для пирога по-мексикански потребуется 7 лепешек тортильи, куриное филе 2 штуки, грибы-шампиньоны 400 граммов, болгарский перец, лук репчатый по одной штуке, чеснок по вкусу, помидоры 2 штуки, сыр твердый 400 граммов, сливки 100 миллилитров, соль, перец по вкусу. Для десерта потребуется пломбир 400 граммов, шоколад черный 100 граммов, шоколад белый для украшения. КОНЕЦ Пробуем наш мексиканский пирог из тортильи. Ну, мне кажется, что удобнее все-таки есть руками, поэтому, да простят меня телезрители. Кто-то будет пирог есть руками, я буду. Очень вкусно. Спасибо большое за рецепт. Я думаю, что мороженое мы попробуем чуть позже. Вкус сливочного мороженого, я думаю, знаком каждому из нас. Шоколада тоже. Очень жаль нарушать вот такую красоту. Хочется, чтобы телезрители полюбовались. Все, конечно, это хорошо, но оно же делается для того, чтобы это съелось. Рецепт записывайте. Я думаю, что вам всем понравится приготовленное наше сегодня блюдо. Тем более, начинки можно любую делать. Да, экспериментируйте. Большое спасибо вам за то, что вы сегодня к нам пришли. Вам спасибо, что пригласили. За новые рецепты, за положительные эмоции. Надеюсь, мы с вами обязательно встретимся здесь же в студии и приготовим еще много чего. вкусного. Ну что, дорогие друзья, на этом я с вами прощаюсь. Увидимся ровно через неделю. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Продолжение следует...